Добрый день, уважаемые коллеги. Нет моей презентации пока. Хочу сказать, что как-то в сегодняшней жизни, как в семье, все получается. Кто-то определяет, кому и что, а ты должен потом думать, как это будет работать и на какие критерии ориентироваться. В общем-то, действительно, вопросов много, но, с одной стороны, хочу поздравить коллег-клиницей с тем, что они работают в эру клинической иммунологии, в онкологии. А исследователи в том, что мы, на самом деле, находимся в начале пути, и очень много интересного еще предстоит узнать и осознать. Поэтому, думаю, что данные, которые будут представлены в сегодняшней презентации, будут интересны всем. Возвращаясь к вопросу инфильтрации опухоли лимфоцитами, действительно, очень важно понимать, какие субпопуляции лимфоцитов инфильтрируют опухоль, и они либо защищают ее, либо разрушают. И отсюда совершенно действительно разные стратегии лечения. Если мы видим Т-регуляторные клетки, либо, может быть, Т-хелперы второго типа, действительно, опухоль находится в некой безопасности, может быть, она их туда и привлекла. Если же мы видим инфильтрацию цитотоксическими клетками, здесь у нас есть большие перспективы. Но инфильтрация сама по себе хороший фактор, о котором надо знать, но она еще и влияет на возможность оценки полученного эффекта. И здесь я в первую очередь буду говорить о так называемом псевдопрогрессировании, потому что это для некоторых больных является большой проблемой. А по данным литературы до 5% пациентов, что меланомы, почтноклеченым раком, раком легкого сталкиваются с таким феноменом. Откуда же это берется? В общем, та самая инфильтрация, она может имитировать прогрессирование. И если в верхней половине слайда вы видите действительно адекватный противоопухолевый ответ, он реализован, опухолевых клеток практически не осталось, и рентгенологи не затрудняются в ответе, то вторая и третья позиции могут быть расценены неоднозначно. И посередине действительно истинное прогрессирование, и в данном случае рост количества опухолевых клеток, минимальное количество лимфоидных элементов, истинное прогрессирование. Нижний слайд. Тот же самый размер, минимум опухолевых клеток, масса инфильтрирующих лимфоцитов. Рентгенологически практически нераспознаваемо. И здесь только дополнительные факторы, которые помогают нам определиться, истинное прогрессирование или нет, а также дополнительные системы рентгенологической оценки. Хотел представить клиническое наблюдение как раз за пациентом, у которого мы столкнулись с таким феноменом. Этот пациент был на комбинированной анти-сетеля-4-пидель-1 терапии. И как видите, через месяц после начала терапии мы видим значимое увеличение размеров практически на 18%. И по рентгенологическим признакам это, в общем-то, прогрессирование процесса. Но к этому времени мы были уже предупреждены, настроены на возможность всякого прогрессирования. Не поддались этому результату. И продолжили иммунотерапию с контролем через месяц. И, как видите, такой подход оправдал свои ожидания. И от второй точки мы видим за месяц снижение размеров опухолевого человека более чем на 27%. То есть, вот такое наглядное пособие для псевдопрогрессирования. Но как же быть для того, чтобы реже сталкиваться с этим феноменом? Мне кажется, что этот слайд, как можно более наглядно, демонстрирует целесообразность времени первичной оценки иммунотерапии. Смотрите, на уровне второго месяца реализована большая часть объективных ответов. Практически нет ответов, которые были бы реализованы раньше. Были ответы в более поздние сроки наблюдения, но раньше не было. Поэтому оценивать иммунологический ответ раньше, чем через два месяца от начала терапии, не имеет никакого смысла. И это только увелёт к количеству, по-видимому, выявляемых псевдопрогрессирований и неправильных трактовок иммунологического ответа. Вторым, не менее важным вопросом для практикующих онкологов кажется длительность ответа. И если для химиотерапии, допустим, не мелкоклечного рака лёгкого, мы говорим о медиане длительности ответа в 4-5 месяцев, для таргетной терапии это где-то около года, может быть чуть больше, то для иммунотерапии здесь всё немножко иначе. И пациенты, которые действительно демонстрировали объективный ответ на иммунотерапию, они его демонстрировали длительно, практически столько, сколько длилась эта терапия. А в данном исследовании этот показатель составил 24 месяца. Куда-то не туда говорю. 24 месяца. И, что важно, часть пациентов демонстрировала ответ даже после прекращения лечения иммунотерапии. Но к этому вопросу мы коснемся немножко позже. И ещё, как дополнение только к схему, которую приводят наши зарубежные коллеги, собственный опыт, пациент, который проводил иммунотерапию пембродизумаба с февраля 2015 года, вначале был хирургический этап лечения, дали один курс после прогрессирования полихимиотерапии, достаточно раннее прогрессирование, и хотели показать те результаты, которые мы получили у этого пациента с задачно быстрой прогрессией на стандартных вариантах лечения. Посмотрите, как во времени реализовывался этот ответ. Обратите внимание, что уже после трёх курсов иммунотерапии, а пембродизумаб назначается один раз в три недели, это как раз получается где-то два месяца после начала терапии, мы зарегистрировали выраженный объективный ответ. Вот так уменьшился 5-сантиметровый подкожный метастаз, медицинальные изменения, и надо сказать, что уже после 12 курсов иммунотерапии был зарегистрирован полный ответ, и в соответствии с показаниями протокола, в течение 24 месяцев пациент продолжал лечение пембродизумабом. Обратите внимание, что лечение 24 месяца, а время без прогрессирования от последнего варианта лечения 28 месяцев. Это говорит о том, что уже 4 месяца больной находится без иммунотерапии, и контрольное обследование не продемонстрировало никаких вариантов прогрессирования болезни. Что ещё? Ну, длительность ответа длительностью, а хочется знать, у кого и как долго этот эффект может быть реализован. И здесь представлены сводные интегративные данные по основным препаратам, которые зарегистрированы в мире, либо в России, пембролизумаб, неволумаб и отозолизумаб. Собственно, есть общие тенденции. Где-то порядка 20-30% пациентов обладают достаточно длительными показателями выживаемости. И здесь представлены в основном 2-3-летние показатели, на которые до недавних пор мы ориентировались, и понимали, что есть действительно селектированная группа пациентов, которая будет демонстрировать длительный ответ, который, может быть, будет длиться годами. Но если мы сегодня говорим о метастатическом немелкокречном раке легкого, то история вопроса более короткая, чем для меланомы, где на сегодня мы можем обладать данными, может быть, по 10-летней выживаемости. И вот мы дождались, в этом году появились первые данные по 5-летней выживаемости по пациентам, начинавших лечение в первой фазе исследований Неволумама. Очень интересные данные. И обратите внимание, что год переживает 42% пациентов. Ну, это как бы еще начало пути. Все интересное становится дальше. Два года переживут более половины пациентов, которые пережили год. Три года – это 18%, и здесь плата. Практически все пациенты, которые переживают три года, доживают до пяти лет. Но кажется, что вот критической точкой, когда мы можем уже выходить на достаточно благоприятный прогноз, является два года, когда можно делать положительные прогнозы. И, конечно, эти пациенты были очень тщательно изучены. И в данном случае это 16 пациентов. И здесь мы хотели бы начать обсуждение целесообразности и длительности приема иммунотерапии у больных, которые демонстрируют эффект. А в данном случае это пациенты, которые дожили до пяти лет. Обратите внимание, что 9 из 16 пациентов продолжали лечение Неволумамом в период от 22 до 24 месяцев. То есть появляется все-таки некоторое понимание, что два года – это какой-то такой универсальный критерий на сегодня, на который точно можно было бы ориентироваться в длительности приема препарата. С другой стороны, 4 пациента, они здесь помечены еще треугольниками, это пациенты, которым было отказано в продолжении лечения в связи с развившейся токсичностью. И здесь как раз, мне кажется, эта группа даже более интересна. Потому что, во-первых, эти пациенты также дожили до пяти лет. И многие из них вообще не добрали препарат до двух лет. И это тот повод, который, наверное, стоит рассматривать в дополнительных исследованиях. Может быть, можно интервал приема препаратов делать короче. В том числе есть пациенты, которые демонстрировали стабилизацию процесса, либо прогрессировали на иммунотерапию. Им, безусловно, потом добавлялись определенные еще варианты лечения, комбинированного лечения. Но, тем не менее, и эти пациенты, которые получали более короткий срок иммунотерапии, в конечном итоге дожили до пяти лет. И такие пациенты есть и у нас. И, в частности, я говорю, на мой взгляд, о самой интересной группе. Это пациенты, которые мы вынуждены были отказать в продолжении лечения в связи с развившейся токсичностью. Речь идет о молодой 34-летней женщине, которая в данном случае получала иммунотерапию в пятой линии. Мы испробовали, на самом деле, все варианты лечения, включая лучевую терапию, и отправляли многократно на молекулярно-генетическое тестирование материал. Абсолютно никаких драйверных мутаций не выявлялось. Единственное, что, к счастью, в последнем анализе для нее было выявлено, это 100% экспрессии ПДЛ в опухолевых клетках. И она стала получать препарат Неволумаб. Посмотрите, уже после двух месяцев приема зарегистрирован объективный эффект. По ПЭТ это вообще был полный уже эффект. А по рентгенокомпьютерной томограмме уменьшение опухоли с 3,2 до 0,6 см. Более того, уже к сентябрю 2016 года на фоне грубых феврозных изменений легков был задемонстрирован и по КТ полный эффект. И все было бы хорошо, если бы не развившаяся нейротоксичность третьей степени у этой пациентки, в связи с чем продолжать лечение мы уже не могли. И несмотря на полный эффект, лечение у больной было остановлено. Теперь посмотрим время иммунотерапии 11 месяцев. Очень похоже на одну из ситуаций, которая была представлена на показаниях по неволомабу пятилетней выживаемости в первой фазе. В настоящее время, время без прогрессирования 14 месяцев. То есть треть месяца она находится без лечения. Рецидивы болезни не зарегистрированы. Мы продолжаем с интересом наблюдать за этой клинической ситуацией. И опять к исследованию пятилетней выживаемости. Посмотрите, ведь кастинг этих больных был достаточно серьезный. Это не больные, которые случайно попали в это исследование. Они все получили предыдущее лечение. Как минимум две линии терапии. Группа была селектирована. И это к вопросу о, надо ли стремиться в первой линии назначать иммунотерапию. Или надо провести эффективную химию, лучевую терапию, какие-то другие методы лечения. Увеличить антигенпрезентацию и только после этого идти на иммунотерапию. Вопросы. Тем не менее, предшествующее лечение, иммунотерапия и дальше. Не у всех больных гладко протекал период после окончания иммунотерапии. Действительно кому-то дополняли те или иные варианты лечения в случае возникновения прогрессирования. Есть лишь фактическая составная. Больные пережили пятилетний срок наблюдения. И надо сказать, 16% пятилетней общей выживаемости для больных и мелкокличным раком лёгкого диссеминированного. Это показатель, который в 4 раза превышает устойчивый показатель всех последних лет. И это только на монотерапии неволумабом. Правда, в случаях необходимости при определенной поддержке. И здесь еще одно наблюдение за пациентом. Достаточно уникальные, мне кажется, тут очень важно даже оценить масштабы. Это размеры первичных очагов и их редукция. Смотрите, в верхней половине слайда это метастаз 9-сантиметровый в левом надпочнике. Посмотрите, как он редуцировал после 4 курсов лечения, после 2 месяцев. Метастаз 5-сантиметровый в правом надпочнике. И вот его редукция. И, конечно, задача была довести нас, этого пациента в лечение на сегодняшний день до 24 месяцев. Потому что, перейдя этот рубеж, мы действительно можем надеяться на удовлетворительные, отдаленные результаты. Но все ли гладко было у этого пациента в лечении в эти 24 месяца? Отнюдь нет. Посмотрите, с синей линией отмечено изменение динамики объема метастаза в левом надпочнике. Здесь все понятно. И как на картинке, хотелось бы, чтобы так было в жизни. А вот что происходит с правым надпочником. Действительно резкий положительный эффект. И где-то к 7-8 месяцу применение иммунотерапии. Рецидив в зоне правого надпочника с увеличением его объема. В общем-то, мы идем на локальный контроль. Добавляем дистанционную лучевую терапию на надпочник. И продолжаем лечение. К счастью, концепция сработала. И в настоящее время от исходного объема в правом надпочнике осталось 3%. В левом 9%. Как видите, пациент 24 месяца получил терапию. У него есть очень хорошие перспективы. В заключение, хотелось бы коснуться, конечно, длительности иммунотерапии у больных с эффектом лечения. На сегодняшний день можно констатировать, да, это один, а лучше два года. Берем идеальную ситуацию, мы не ограничены в препарате. Я буквально 2 недели назад общался с нашим коллегой из Израиля. У них не было мапу, введен вообще бесплатные показания. Все пациенты могут получать этот препарат столько, сколько необходимо. Думаю, что у нас это завтра не произойдет. Но если бы это произошло, я бы сказал, да, два года. Но реалии таковы, что в исследованиях клинических два года медианотерапии неволумабов у больных, переживших 5 лет, два года. Однако больные с побочными эффектами отмены иммунотерапии, но пережившие 5 лет, это уже 12-18 месяцев. Больные со стабилизацией процесса, либо с переходом на другие варианты лечения по поводу прогрессирования, 8-12 месяцев. На сегодня, если бы мне предложили пациента, которому можно провести хотя бы 6 месяцев иммунотерапию, я бы от этой опции не отказался. Это точно, если она окажется эффективной, будет качественная дополнительная опция в прогнозе, улучшающая течение заболевания у конкретного пациента. Но это было бы не все, продолжение следует. Это просто предложение, оно не очень-то научно обосновано, но интермитирующая терапия. Давайте подумаем. Каждые 2-3 месяца после достижения длительного эффекта, который может длиться 3 месяца или полгода, чем плохо? Ведь, по сути, опухоль находится под контролем иммунной системы. Есть в клетке памяти, опухоль распознается, но периодическая подпитка этого эффекта могла бы оказать очень положительное влияние на динамику этого процесса. Собственно, это вопрос. Это к тому, что продолжение следует. Мы с вами встречаемся не последний раз, и я рад за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Константин Константин. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Псевдопрогрессирование. Да, псевдопрогрессирование, чем обусловлено. Да, я представил на диаграмме. Вот эта инфильтрация опухоли лимфоцитами, это как раз и есть реализация противоопухолевого ответа на иммунотерапию. Иммунокомпетентные клетки инфильтрируют, за счет этого увеличивают объем. А ринологически отличить, за счет чего увеличился объем, за счет роста опухолевых клеток, либо за счет инфильтрации, очень сложно. На сегодняшний день практически невозможно. Спасибо большое. Спасибо.